Сейчас в Валере центра адопции содержится 13 собаки. Каждый раз, когда здесь появляется новый человек, все 26 глаз за этой решеткой с надеждой смотрят на него и будто мысленно посылают просьбу «стань моим хозяином». Найти новый дом удается не для всех собак, но зоозащитники говорят, похоже на то, что благодаря затянувшемуся карантину сделать это станет намного проще. В центре адопции собак «Шанс. Территория добра» появился в конце прошлого года. Волонтеры еще не успели полностью его достроить, но смогли за полгода пристроить, как здесь говорят, 15 собак. Динамика нормальная, объясняют зоозащитники, ведь найти хозяина задача непростая, но неожиданно на выручку пришел карантин. Во время карантина у людей появилось больше времени свободного, больше, наверное, какого-то понимания, переосмысления, ощущения вот этой вот вдруг появившейся несвободы, больше времени для детей, больше времени для семьи. Возможно, с этим где-то связано то, что стали больше брать животных. Самое главное, я надеюсь, что эта тенденция, а, сохранится после карантина, и, б, животных не будут выбрасывать, которых взяли во время карантина. Виктория говорит, что карантин особо жизнь в центру не осложнил. Корм есть, меценаты помогать не прекращают. Вот только привычные посещения, фотосессии, импровизированные выставки для одесситов пришлось отменить. Большинство собак центра – жертвы ДТП, грубого обращения и просто найденные на улице. Это сейчас нора добрая и общительная. А три года назад ее едва удалось спасти. Несколько лет назад она попала в аварию. У нее была поломана нижняя челюсть, выбит глаз, были внутренние повреждения. Мы ее пролечили. Мы ее брали на несколько фестивалей. Конечно, мы все-таки надеемся, хотя она уже девушка взрослая, что мы найдем ей семью. Вообще нора – безумно умная собака. Она ходит на поводке, она все понимает. Но это реально собака-человек. К слову, пес, который стал участником инцидента с патрульной полицией, находится тоже здесь. Он получил временный приют и кличку Тен. Ведет себя спокойно, рассказывает волонтер. Собаку ждет рентген, пострадавшие лапы и возможная операция. Волонтеры надеются, что Тен и его другие собратья обретут долгожданных хозяев, которые будут исполнять свои обязанности, надлежащие. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».